Всем добрый вечер, зовут меня Юра, работаю в компании BeGenius. Сегодня я расскажу про такую библиотеку от Microsoft, называется она RX, либо расшифровывается как реактивное расширение, Reactive Extensions. Что она из себя представляет? Она представляет себе собственную библиотеку, которая позволяет писать программы в таком реактивном стиле, используется для написания асинхронных и программ таких event-based. Event-driven, если хотите. Почему называется реактивное расширение в первую очередь? Во-первых, когда мы пишем программу, мы всегда работаем с какими-то данными. Для того, чтобы получать данные, есть две основных концепции, два подхода. Первый – интерактивный подход, pool. То есть, когда ваша программа, ваш код вытягивает эти данные с окружающей среды. Вы читаете из базы, из файла, обращаетесь к веб-сервису, спрашиваете у класса какие-то его свойства, вызываете методы и так далее. Существует второй подход, так называемый реактивный, он же push. Это когда наоборот, когда ваша программа сама по себе ничего не спрашивает, она наоборот сидит и слушает, пока окружающая среда пропихнет в нее свои данные. Вот, чтобы было больше понятно, скажем так, с точки зрения пользователя, такими программами являются RSS-клиенты. Кто пользовался хоть раз? Google Reader? Да, отлично знаете. Вы заходите на интересующий вас сайт, добавляете в свою RSS-читалку, затем хоп открываете, у вас все новые посты на одной странице, удобно там, boldness это подсвечено, то, что вы еще не читали. Вам не надо ходить на каждый сайт, смотреть, что там нового появилось. По такому же аналогу работают различные Twitter, Facebook клиенты, стены в соцсетях, тоже у вас есть обычно одна страница, на которой вы имеете всю необходимую информацию. То есть окружающая среда как бы пихает вам эти данные для просмотра, вы сами для этого практически ничего не делаете. Соответственно, мессенджеры тоже самое работают, когда вам пишут сообщение, оно у вас выскакивает, вы увидите, как-то реагируете на него. Вам не надо лежать там тупо как в старых-старых каких-то там чатах, веб-воских хитить F5, чтобы видеть, что же нового написано. В календаре будильники различные, Outlook, допустим, напоминалки календарные выплевывает вам на экран. И, допустим, можно сказать, сюда отнести формулы. В Excel у вас есть какая-то там мега сложная формула, которая там берет, читает сумму квадратных корней из 10 ящей, как только в одной ящейке изменилось значение, хоп, в другой у вас сразу поменялась сумма. Тоже данные вам поставляют, вы сами ничего не пересчитываете. В программировании такой подход тоже используется. И на самом деле очень… Ну, как бы, когда я первый раз узнал, что есть такое реактивное программирование, я думал, что это что-то такое редкое. Оказывается, нет. Простые примеры Windows Message Loop. Кто хоть раз программировал на чистом Windows 32 API, либо что-то… Да, вот Дима поднимает руку. Там внутри крутится один такой цикл, который обрабатывает все входящие сообщения и как-то там перерисовывает форму, кидает какие-то ивенты и так далее. Аналогичным способом, оказывается, работают драйвера. Там есть цикл обработки прерываний, которые на каждое какое-то действие, ну, что-то там вызывает. Обобщить можно. Есть в программировании Observer Pattern, если у нас есть фанаты паттернов. Есть, вы тоже знаете. То есть, вместо того, чтобы вызывать методы какого-то класса, либо читать его свойства, вы как бы подписываетесь каким-то образом на какие-то события, и в нужный момент второй класс вашему впихивает данные. AJAX, APM, Callback, в принципе, все одно и то же. APM – это асинхронность programming model. Но суть в чем? Кто хоть раз писал AJAX-запрос, пост jQuery, вы знаете, что вы берете данные с формы, постите их на сервер и в качестве одного аргумента задаете callback, то есть функцию, которая будет выполнена после того, как сервер обработает ваши данные. Когда он это сделает, у вас нет этой сим-контроля, когда захочет, тогда сделает, вернет и ваш callback, радостно, ой, я получил данные, отрисует их на веб-странице. В некоторых языках программирования есть ивенты, то есть это… У ивента есть ивенты, на которые можете подписываться, как их отрабатывать. И можно сказать, не знаю, прав или нет, что MVC и Node.js, допустим, тоже каким-то образом представляют из себя push, поскольку, если мы посмотрим… МВЦ как фреймборк, или? Да, как контроллер. МВЦ как фреймборк, любой причем. То контроллер что у нас делает обычно? Он как бы слушает то, что ему приходит с URL, то есть он на рутинг слушает, и выплевывает данные во ВЮ. ВЮ тоже он как бы слушает. Он не причем, он больше цепей, просто… Я тебе говорю про подход, в общем, что подход с использованием push. Node.js мне показалось тоже, скажем, можно сказать, что исповедует эту модель, то есть вы пишете какой-то обработчик прикольства, который, опять же, он не достает никаких данных, он реагирует извне на запросы пользователя. Но это, говорю, я поэтому поставил с вопросиком, с натяжкой, но сказать можно. Вот. Где удобнее применять push? Это любое решение, в котором у вас есть большой поток каких-то событий, либо внешних, либо внутренних. Любые те задачи, где вам удобнее представить всю вашу логику, как реакции на события. Допустим, я внизу привел пример, что это различные fraud detection аппликашки, операции по приложению по работам со сток, с биржевыми сводками и так далее и тому подобное. Игорь, здесь есть Сминьков? Да, есть. Вот он рассказывал вам как-то, здесь выступал про комплекс вейт-процессинг, про event-driven решения. Тоже там удобнее применять push, когда сущностью, скажем так, минимальной сущностью вашей программы, с которой вы работаете, есть какое-то событие, которое вызывает в вашей программе реакцию, и вам ее нужно обработать. Вот. Push также удобно применять там, где у вас есть множество синхронных операций, которые вы хотите между собой каким-то образом комбинировать. Если представить себе, допустим, относительно такой сложный веб-сайт, написанный на JavaScript, там можно найти кучу методов, где у вас есть аякс-запрос, в колбаке которого вызывается второй аякс-запрос, в колбаке которого вызывается третий аякс-запрос, и потом это все дело еще как-то там хитро чем-то обрабатывается. Вот. Там тоже гораздо удобнее применять такой push-подход. В чем проблема push-подхода? Во-первых, я, честно, копался в интернете, я не нашел ни одного какого-то такого теоретического обоснования, описания этой push-модели, которая бы распространялась на все вот эти вещи, о которых я говорил. То есть у вас нет какого-то универсального API для работы с push-моделью. Соответственно, отсутствуют средства для композиции. Если вы пишете вашу программу, используя колбаки, ивенты, фаяксы и так далее, и тому подобное, все дело скомбинировать вместе очень сложно. Следующая проблема с асинхронностью всегда возникают проблемы, как и с одновременным доступом к данным, блокировками и так далее, и тому подобное. И последнее, так как push часто применяется там, где вы, ну, как бы, ваша программа слушает данные извне, у вас нет контроля над окружающей средой, нет контроля над тем, как окружающая среда возвращает вам данные, то есть вернет она вам как бы success, либо вернет вам какую-то ошибку, вам каждый раз нужно обрабатывать оба варианта. Вот. RX решает такую проблему следующим образом. Основной ее, как бы, сущностью является так называемая обзерговая коллекция. То есть, идея, честно говоря, очень замечательная, мне очень понравилось. Сейчас объясню, что это такое. То есть, если мы возьмем обычную коллекцию, посмотрим, вот есть два интерфейса, да, методовских, уверен, в жале они тоже есть, и итерабл, по-моему, и итератор, да? Да. Да, вот. Отлично. Это классическая полмодель, то есть, если кто знает, как работает форэш цикл, что он делает, он вызывает на вашей коллекции этот нумератор, и начинает по нему итерироваться, в каждом цикле, вызывая текущий элемент, и в конце цикла там, переходя к move next элементу. Вот. Чего ребята из Microsoft сделали? Они решили посмотреть на это и сказали, давайте-ка мы возьмем и вот эту модель превратим в push-модель. Причем мы сделаем это таким хитрым образом, мы как бы зеркально отобразим эти два интерфейса, сделаем из них математических двойников. Делается это следующим образом. Мы возьмем все то, что было входными параметрами, допустим, на примере current, извиняюсь, возвращаем значение и сделаем это входным параметром. И наоборот, то, что было входным параметром, ну тут нету. Сделаем, возвращаем значение. В общем, немножко поуправняться, можем найти до следующего. Возьмем, давайте вот начнем со второго и нумератор, интерфейс, пусть он будет у нас какой-то, назовем его там пока X и X. Вот. Что у него есть? Первое, то есть T current, то есть возвращает нам текущий элемент коллекции. Мы из этого превращаем в push, зеркально отображаем, то есть у нас должен получиться метод, который будет get, ну по сути дела будет void, то есть ничего не возвращает, но у которого будет один параметр типа T, то, что он восстанавливает. То есть у нас будет получится метод, который устанавливает текущее значение. назовем его on next. Да, могу. Красный, черный, зеленый? Черный. еще побольше. Хорошо. Ну давай. И вовсе. То есть у нас будет один метод, он next, принимаешь себя параметром T. то есть он восстанавливает там следующий элемент, пихает там следующий элемент. Вот, следующий метод bull move next, то есть он по идее у нас должен возвращать void тогда, если мы его перепишем, и принимать в себя true или false. Но что он будет означать? Смотрите, если он типа void и принимает себя параметром false, то есть буллинг, который с значением false, это значит, что он нам сообщает, что в коллекции больше ничего нет. Да. Давайте тогда его запишем, и тогда этот false не имеет смысла передавать, но мы знаем, что все. Пусть будет он complete и ничего не принимает. Второй случай, если это же move next, но он принимает себя true, то есть он нам будет сообщать то, что есть еще элементы в коллекции. Но как бы этот метод не имеет смысла, поскольку у нас есть уже метод, который этот кейс покрывает, который нам будет выплевывать каждый следующий элемент. Этот метод не нужно делать. У move next на самом деле такое поведение, что он может выкидывать exception. То есть в случае перехода к следующему элементу, если его там нет, либо если какая-то ошибка, он выкидывает exception. То есть на самом деле move next как бы в этом случае можно сказать, что он возвращает сразу два значения. Он возвращает либо bull, либо exception, поскольку может произойти. Но вот на эти нельзя делать два типа возвращаемых, поэтому сделали такое поведение, что возвращает bull и либо кидает exception. У нас кейс exception не отрабатывается, но давайте сделать. У нас будет еще один метод, который в случае move next, если move next кидает ошибку, будет восстанавливать нам, выдавать нам ошибку. назовем его он error и сюда будет приходить exception. Вот. По этому превращению все понятно по нижнему? Или есть вопрос? А reset? А, reset, в общем, он там оставлен для commenter, availability, игнорируйте. Он не обязательно должен быть имплеменчен в коллекциях. То есть это так, отросток. А зачем exception двигатель, если можно и в этом запрос? он-то болен вообще? Да, должен сказать, но у тебя при итерации, у тебя в forRitch когда не случается exception, потому что следующий элемент, допустим, у тебя коллекция функций. Вычисление следующей функции кидает exception. Коллекция могла бы квалифицировать в право цель всей итерации. Да, но тогда, по-моему, другой exception. Хотя, может быть, этот. Но, в общем, exception может быть. А можно на шаг назад, что мы хотим получить предупреждение? Мы хотим получить push из этого интерфейса, pull интерфейса, который мы вынуждены сами вызывать. То есть, если бы мы интервьюрулись по этой коллекции, мы каждый раз должны сами вызывать. Ага, move next, почитай current, потом move next, почитай current. Мы хотим сделать из этого push, чтобы он нам сам выдавал. Пользователю программы, твоему классу. как сакс, парсия и детство потери, если бы это такая же новая, что, слушай, когда ты пишешь потери, вот эти, когда сакс, тебе и нет, ты сам. Вот тоже пример, да. Push тебе выкидывается. Причем, делаем это хитрым образом, мы, по сути дела, ничего не добавляем, мы зеркальный интерфейс отображаем и просто интерпретируем то, что получили. Давайте с этим разберемся. Со вторым, который наш верхний, иенумер был. Тем же самым способом. То есть, у нас был, возвращалась иенумератор, принималась параметром ничего, void. То есть, у нас, по идее, должен был быть второй интерфейс, какой-нибудь там, и y, в котором бы мы, наоборот, задавали наш новый класс. То есть, он бы шел параметром. По сути дела, это означает подписку. То есть, если в случае итерирования по коллекции пулом мы получали итератор, то тут наоборот мы должны устанавливать. мы должны подписываться. Ну, назовем его давайте subscribe. Так, у меня уже место кончается. Открой. И сюда мы будем принимать этот наш новый, который мы сделали, iX. Да? Вот. Ну, во-первых, логично, что сделать сразу? Если у нас есть метод для подписки, логично сделать метод для подписки. То есть, когда мы не хотим больше, чтобы нам данные поступали, мы хотим отписаться. Мы могли бы сделать здесь метод unsubscribe, куда бы передавали опять этот интерфейс, iX, который мы сделали. Но это не очень хорошо по нескольким причинам. Ну, основная из них в том, что, смотрите, если бы мы подписывались на этот, то есть, как бы мы подписывались на наш новый интерфейс, мы бы вызвали у него метод subscribe, куда бы задавали имплементацию этого iX, и потом, если мы хотим отписаться, мы должны где-то в памяти всегда держать эту имплементацию iX, чтобы в нужный момент вызвать unsubscribe и передать туда этот, ну, как бы, instance, чтобы отписаться. Не очень хорошо для композиции. Вот, что тут можно сделать? Смотрите, и нумератор на самом деле использует два интерфейса. Вернее, он наследует, использует еще disposable интерфейс. Таким образом, можем сделать то, что, перенести внутрь, вот сюда, только вот эту часть, которую мы переписали, то есть, собственно, весь наш iX, который вот этот мы переписали, а disposable отставить слева, в левой части. Вот таким образом. У нас здесь будет и, ну, не поместилось, и disposable subscribe. В таком случае, когда мы вызываем этот subscribe, мы получаем обратно объект, который будет, собственно, обозначать подписку. И в нужный момент, если сохранить instance уже вот этот, мы можем от нее отписаться. Нам не нужно сохранять оригинальность. Вот. Таким образом, ребята поступили, и дальше они, не будем вдаваться, в общем, доказали, что эти два интерфейса, они, 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 маленькие технические нюансы. Вот. Это уже датнетовские интерфейсы, в принципе, они делают то же самое, что мы здесь с вами описали. Они взяли интерфейс Enumerable и Enumerator, вывернули их наизнанку, получили два таких интерфейса, соответственно, назвали их Observer и Observerable. Вот. Дальше они доказали, то, что в принципе два этих интерфейса, они обладают математической двойственностью. Что это означает, вам расскажет Паша. Вот. Я вам расскажу только то, что если две каких-то системы, я не знаю, назовите как хотите, обладают двойственностью, то они, во-первых, взаимозаменяемы, то есть вы можете заменить один вторым. в качестве примера, кто помнит логическую математику, символы or и end, комбинируя вместе с отрицанием нод, можно выразить один через другой. Что-то там такое было. В принципе, интерфейсы, они взаимозаменяемы, это значит, что действуют те же самые законы. Там, где я применял один интерфейс, теперь я могу применить другой интерфейс. И теоретически все те же самые API, которые работали поверх одного, будут работать поверх второго. Ну, здесь их надо будет переписать по одному интерфейсу. Но они будут работать. Действительно, в контексте дотнета это означает то, что у нас выложен линк. То есть мы можем писать в функциональном стиле запросы к нашим новым коллекциям таким же способом, как мы делали к и номерам коллекции. И это офигенно круто, что мы можем взять те знания, которые мы уже выучили и давно используем и практически вот так сразу взять и начать писать запросы к тем коллекциям, в которых не мы спрашиваем данные, а которые нам поставляют данные. То есть я могу любой поток событий по сути дела представить как коллекцию. Ну, самый простой пример движение мышки по экране. Мышки не видно? Видно. Мышка в данном случае это у меня коллекция бесконечная с координатами. Каждый раз, когда я ее двигаю, возникают новые элементы, которые нам выпихиваются. Ну так вот, это возможно. Про линки я расскажу чуть позже. Давайте посмотрим, как можно подписаться. Можно вопрос? Да. Когда возникает новый элемент, новая координата в мышке, да? Да. 20 метров в коллекции. Да. А если меняется существующий элемент, что там дальше? Там есть свои... Нет. Будет каждый раз выкидываться. Что значит меняется? Нет. Тебе каждый раз выплевывается один элемент. Каждое движение мышки это новый элемент коллекции. Мышки, окей. Старые элементы могут поменяться. Есть бывают коллекции, которые могут поменяться? Нет. Нет. Она перезаписывается. Она каждый раз вызывает все эти элементы все равно. Потому что у тебя если меняется коллекция, то меняется вся коллекция. Не бывает. Если меняется один элемент коллекции, то меняется вся коллекция. По-моему, не так. Нет, смотри. Тут нужно рассмотреть, как бы ты смотришь, коллекцию, как одну переменную. Я рассматриваю все группы коллекции. Например. Он даже так работает. Нет. Смотри. Если у тебя уже, то есть у тебя есть элемент, он тебе вытолкнулся, ты его обработал как-то. Если он дальше поменялся, если обзировал коллекцию, не будет выкидывать его заново, ты никогда не узнаешь, что он поменяется. Но это нужно смотреть уже в имплементации конкретной. По-моему, есть гайдлайны по обзировал вот этим интерфейсом, как и к самому имплементить. И там вроде где-то было сказано, что как бы если элемент поменялся какой-то, то выкини его заново, что он новый. Это нужно читать, я так тебе не отвечу. Простой пример с гайдом, когда у тебя все элементы, это коллекция. У тебя один элемент грида поменялся, и они все перерисовываются. Да, но у тебя в этом случае возникают новые элементы. Тебе будет выкидываться, когда новое событие. А старый элемент заменился, ну как бы да. Но у тебя новый, новый, да. Ну, соответственно, имплементиться это будет так, что в случае каждого изменения тебе будет вызываться он next для всех твоих измененных ячеек кредит. Вот, подписаться. Коллекция, по-моему, и должна быть изменения внутри объекта, который не находится. Еще раз коллекция. Это все истории, которые содержатся в прошлое, которые не содержатся в прошлое. Если движение мышки, то если в нее запихиваются все, то это... Нет, смотри. Пример с мышкой. Плохой пример с мышкой. Пример с мышкой. Продолжим. То есть, если я мышку не трогаю, и мы бы сами тервились по коллекции, по сути дела, наше поведение было бы... Fox бы стоял на месте, ждал пока там появится хоть один элемент. Вот элемент появился, все, мы получили следующий элемент. В случае куша, мы ничего не ждем, он нам сам толкается каждый раз, когда он появляется. Каждый раз, когда какие-то изменения происходят. Да, но у тебя каждый раз один элемент в коллекции. Нет. Да, то есть координаты, которые на данный момент кушаются. Вообще, зачем ничего другого нет? Идея, тебе нужна одна координата мышки, которая сейчас... Во-первых, в качестве тебе выкидывается... Тебе выкидывается... Кроме мышки, там не только координаты, там куча всего еще уплевывается. Это раз. Это зависит от того, какие элементы у тебя кранятся в этой коллекции. Ты можешь... То есть коллекция может быть имплеменчена так, что он тебе на каждое движение выплевывает всю историю. То есть в первый раз он выплюнул один элемент, в второй раз он выплюнул два элемента, в следующий раз выплюнул три элемента. Я просто сейчас смотрю с твоей точки зрения, как это с Северлайтом коммуникация происходит, потому что эти аксервы коллекция чаще всего используются для, собственно, коммуникации, биндинга Северлайта. Там это как раз таким образом происходит, что если у тебя коллекция что-либо меняется, у тебя этот биндинг как раз срабатывает, то он кидает вент, какой-то, ну, что-что-то изменилось в коллекции, то он ее полностью перерисовывает. То есть если у тебя хоть что-то применяться, то он полностью вот, ну... Друзья, Северлайтом не работал, я не знаю, каким образом мне так хитро подписывается. Возможно, они хранят какое-то внутреннее состояние сначала еще коллекции, потом уже ее перерисовывают. Но то, что каждый раз им должен выплевать один элемент, это, по-моему, так и должно быть. Ладно, оставим это на потом. Подписка. Значит, как уже было показано ранее, то есть, чтобы подписаться, мы должны, ну, по-хорошему задать полную имплементацию всего обсервера. Вот. Тоже не очень удобно, когда мы, допустим, хотим обработать только один вариант, когда приходит следующее сообщение, а вариант это, что коллекция закончилась или произошла ошибка, нас не интересует. Вот. Для этого предусмотрена куча оверлоудов, можно задать подписку делегатами, то есть анонимными функциями, и обработать только случай, когда выплевывается следующий элемент, в случае, когда следующий и коллекция закончена, ну, и все их различные пары, и по-прежнему можно свою имплементацию написать и задать ее в качестве подписки. Здесь у меня на слайде пример, как подписаться можно на, используя делегаты. То есть, в случае on next вводим элемент на экран, в случае в консоль, в случае ошибки error message, в случае, когда коллекция закончилась, вводим, что все, кончилось. Нет, не работает. Так. Пойдем дальше. Откуда можно создать вот эти обзоровые коллекции? Тут на эти, на самом деле, случаи возможностей очень куча, очень много. Самый простой вариант from event, from event pattern, то есть, с контентовских ивентов можно создать. О, спасибо, Паш. Можно создать обзорововую коллекцию. То есть, я могу, если у меня есть класс, который выкидывает ивент, я могу из этих ивентов себе сделать обзорововую коллекцию. То есть, наблюдать за этим классом, за его ивентами, как за коллекцией. Вот. Из-за синхронного паттерна, то есть, я не буду вдаваться, в общем, в .NET и коллбеки, можно сказать, задаются вот таким паттерном. Там есть методы begin, что-то, end, что-то, которые работают похожим образом, как в JavaScript, коллбеке, в AJAX. Вот. Из делегатов можно создать. Можно взять обычную коллекцию, конвертнуть ее в observable. Допустим, удобно это использовать в unit-тестах, может быть. То есть, когда в реальном коде вы там слушаете какой-то там класс, который выдает эти следующие элементы раз в минуту, то в тесте вы можете просто взять коллекцию, пробежаться по ней. Ну, то есть, сделать ее observable и сразу получить себе все элементы. Вот. Есть такой класс subject. В общем, такой хитрый класс. Он одновременно имплементит и observer, и observable, что подает, позволяет как бы как подписаться на него, поскольку у него есть публичный метод в subscribe, так и самому вызывать методы on next, on complete, то есть, как-то играться, выплевывать эти элементы дальше. Тоже можно использовать в тестах. Можно накатать свою имплементацию. Самый распространенный, который я как бы использовал, это был создание других observable, то есть, используя несколько переменных observable типа, разного, одного типа, неважно. Вы можете их скомпоновать хитрым образом, используя линк, и получить в результате новый observable. Вот это я покажу чуть дальше. Да, можно, потому что у тебя, ты когда подписываешься, тебе возвращается этот disposable. Тебе возвращается переменная типа и disposable. Если ты вызываешь у него dispose, все, прошла отписка. У меня в demo нигде отписки нет, так что там будут некоторые глюки с этим. Вот. В принципе, короче, вот этот disposable, вообще везде говорят, что вот, disposable хорошо, dispose, и там, бла-бла-бла, все такое. На самом деле здесь сильно плохого ничего не будет, если вы забудете переменную, задиспользить. Вы только продлите срок ее жизни, в принципе. Поскольку она здесь, в данном контексте, означает не ресурс, который обязательно нужно, задиспользить, иначе он там поживет память, и все такое. А это означает, что вы хотите отписаться. Потому что они просто реюзали этот интерфейс, можно сказать. Вот. Допустим, пример создания ивента из мышки. Этот код взят с Windows формы, то есть, можно представить, что у меня вот эта серенькая все это Windows форма. Я подписываюсь у нее на событие mouse move, немножко синтаксис такой, awkward, как-то по-русски, неуглюжий, но какой есть. Вот. Я задаю ей, как должен называть ей два делегата. Первый, как подписаться на событие, как отписаться. Ну, практически везде таким образом это делается. Дальше я подписываюсь на сами события on next, что будет, когда у мышки будет следующая координата. в данном случае я беру и просто в форме выставляю текст, что вот, координаты мышки такие-то. У меня демо этого нет, по-моему, но ладно. Это может отличаться от простого, когда подписываешься на форму от на mouse move. В данном случае ничем, смотри, но если ты подписываешься, подписываешься на mouse move, то есть, ты задаешь метод, который будет обрабатывать у тебя сообщение мышки, да? он один. Если тебе нужно теперь что-то дописать туда, ты можешь взять код и переписать. Это первое. Во-вторых, если ты хочешь не все события мышки, а какие-то определенные, ты опять должен взять и переписать. Здесь можно делать круче гораздо. То есть, вот сейчас у нас мы подписываем mouse moves. Это переменная типа, получается, что она возвращает? А, и этот, observable. Вот. Теперь смотрите. Я подписался на события мышки, каждый раз у меня в форме рисует свой координат. Хорошо, но неинтересно. Меня интересует только, допустим, у мышки, у аргумента, который передается при движении мышки, там куча property, там кроме x, y еще количество скролов, количество кликов, в общем, куча всякой билиберды, которая меня не интересует. Но меня интересует, допустим, только ее координаты, плюс хочу какую-то там погрешность вокруг клика мышки, то есть маленький региончик вокруг. Допустим, если пользователь не совсем точно щелкнул на кнопку какую-то, а почти попал, я хочу тоже обработать, что он почти попал. Вот. Можно использовать link, то есть я беру из той переменной, которую мы сделали на предыдущем слайде, mouse moves, делаю новый observable, такой, что он для каждого элемента, он next, из предыдущей коллекции будет нам делать новый, который возвращает анонимный класс, в котором будут свойства только x, y и какой-то квадрат. Вот. Теперь я когда подписываюсь на новую переменную с этим анонимным типом, то есть те все линковские штуки, кто смотрел мое выступление про линк? Кстати, я забыл спросить, потому что, если кто не смотрел, это, конечно, забыли бы, по-моему. В общем, здесь все струн летает сразу. Вот. То есть я в данном случае подписался на на событие движения мышки, причем в каждом случае мне при моем движении будет выдаваться объект, в котором содержится координата x, y и вот этот ректангл, то есть квадратик вокруг моего движения, чтобы понять, где я нахожусь. Причем все это строго типизировано, работают всякие интеллисенсы и тому подобное. Если какие-то ошибки здесь будут, здесь я там, не знаю, поставлю стринг какой-нибудь минус там S что-нибудь, мне на этапе компиляции выдастся ошибка. Вот. Очень удобно. Я взял коллекцию одних обзоруков, взял одни обзоруков, превратил их после дела в другие. Дальше. Мне не интересуют все движения мышки, меня интересуют только те, где координаты x, y совпадают, то есть которые идут по наклонной черте, получается, по диагонали на форме. Ну, допустим, такое гипотетическое. Вот. Я могу тоже легко взять предыдущий все робл, который мы сделали на предыдущем слайде и отфильтровать. То есть скажу, теперь ты будешь выплевывать только те элементы, где x равен y. То есть, если теперь я на него подпишусь, то... не будут выплевываться события только on-next только тогда, когда координата мыши x равна координате мыши y. Unit такая штука, то есть в данном случае меня не интересует вообще, координаты ничего не интересуют, просто сам факт, что вот, они совпали. unit он замещается в void как бы. То есть меня не интересует, что там вернется, верни что-нибудь. Я могу здесь сказать select one, select один. True. Ну, select true, пожалуйста. Но ты выбрал unit. Да. Unit такая штука, которая ничего под собой не поджимает. То есть это void. Select true было бы более симметически. Смотри, тогда когда я подписываюсь, у меня бы здесь был, я бы подписывался на on-next, который был бы boolean типа, который всегда true. Так он говорит, что просто event случился. Да, так я говорю, что просто event случился. А когда я подписывался на on-next от boolean, я бы, не знаю, я бы как раздумал, так, ну хорошо, может быть true, но может быть же и false. То есть unit это такая штука. Сами программисты сам по себе зопа. Зопа? Тут unit, англичане, у них свой юмор. Вот. То есть, да, в данном случае, когда я подписываюсь, не будет просто сами факты сыпаться, что координаты мышки равны. Дальше. Там есть в Rx, то есть вот эти select, where и так далее, это все, по сути дела, порты link расширений. То есть, если link расширения написаны поверх и numeral интерфейса, такие же есть написаны вокруг и observable интерфейса. У них есть понятие, называется mini link, то есть там какой-то сабсет этих расширений только дописан, минимально необходимый. Также там есть специфичные такие расширения для композиции вот этих различных observable и расширения для работы с временной компонентой, поскольку, когда мы подписываемся на какие-то события, часто это событие, которое приходит из дне. То же самое событие мышки. Я не знаю, когда пользователь первый свитернет, когда там третий, когда там пятый, когда десятый. то есть нужно как-то обрабатывать еще какие-то временные условия. Для этого тоже есть расширение. Вот, чтобы их более-менее показать, можно воспользоваться такими, они называются по-английски marble diagram, ну, шариковые диаграммы я по-другому не мог назвать. Что это означает? То есть если у нас есть какой-то поток времени, круглышками будут описываться события, то есть по сути дела наши next-ы, крестика exception, error и палочкой complete, конец. я думаю, вот он. Complete обязательно должен быть или можно без complete? Можно без complete. В плане движения мышки ничего. Но, допустим, если подписаться не на движение мышки, а на какую-нибудь такую штуку, которая бы делала вычисление, и здесь вычисление было бы неверо, возникал бы какой-нибудь ноль референс или деление на ноль, тогда это ошибка была бы. Мышка за экраном нет? Нет, мышка за экраном нет. Тогда у тебя просто это... В Windows Source у тебя ничего не будет происходить, поскольку ты не движешь по форме. так. Такие шариковые диаграммы рисуются. Ну, допустим, есть observable некоторые примитивы, чтобы сразу так... То есть observable есть такой штука never, то есть вызывая observable.never, получая observable, который никогда ничего не делает. Вот. Есть empty, который сразу возвращает конец, return, который возвращает одно значение и сразу говорит, что конец, и throw, который сразу кидает exception. Зачем они нужны? Вопрос хороший, но опять какие-то примитивы должны быть. Во-вторых, если вы комбинируете различные observable с сложными условиями, то, допустим, вы подразумеваете, что в какой-то момент у вас может произойти exception. Чтобы эти условия реально повторились в тестах, вам нужно очень сильно потрудиться. Вы можете вместо этого использовать аналогичный observable, допустим, throw, и сразу посмотреть, как ваш код будет работать, если в одном из комбинируемых observable произошел exception. Merge. Допустим, такой хитрый оператор, он берет тебе два observable одного типа и просто их мержит между собой. То есть, если у вас есть, если у меня было две мышки, я это ему одновременно вводил, то в результирующем observable, если я вызову от первого и второго мерж, вернее, обычно называется так первый точка мердж второй, поскольку они все как из нашим методом написан, то в результате получилась бы у меня observable коллекция, которая на каждый элемент кидала бы on next. И у меня сюда два мыши мышиных курсора? Ну, допустим, если бы, например, мышка, если бы было два мышиных курсора, я бы сказал мышиные observable 1. мерж мышиные observable 2, получил бы третий observable в результате. В результате всех операций получается еще один observable. если бы я подписался на результирующий, я бы получал ивенты с обоих сразу. Как ты имплементируешь? Ты можешь сделать их из каждого из них observable, которые движение мышкой, из одного select 1, из второго select 2, тогда ты можешь их отличать. То есть, это от тебя зависит. С фрейдингом там в Rx есть это отдельная тема, потому что Rx на самом деле это вот это link плюс эти observable, плюс там у них это называется scheduler. То есть, там с фрейдингом своя отдельная вещь, это же касаться не хочу. В принципе, всегда запускается несколько, я помню, в другом фрейде. С этим проблема возникает, допустим, в тестформах, где все события, которые вы отрабатываете с UI, должны быть в том же фрейде. То есть, если вы подпишетесь, вот я сюда подпишусь, и захочу отсюда поменять там текст формы, у меня возникнет exception, поскольку он в другом фрейде бежит, подписка. То есть, в основном, как я понимаю, ты можешь не беспокоиться об этом. Да, там есть метод, то есть, если ты видишь, у тебя происходит exception, ты обычно вызываешь, после того, как ты получил observable, там можно вызвать еще один метод, типа subscribe, он типа current thread, и он тебе подпишется на текущем фрейде. Там есть, есть операторы для работы с фрейдингом. По сути, он сам менеджирует фрейдпул, наверное, в котором все... Он использует стандартный датнетовский, плюс когда-то он там решает сам, что я хочу в текущем, я хочу не в текущем, но, честно говоря, я в это не вдалялся, поскольку, ну, честно говоря, не было проблем таких. Но это никак не уже если что-то гонит фрейд для запуска своего синтоната? Я думаю, нет. Вряд ли один фрейд, нет. Фрейдпул, да, возможно. В крайнем случае, ты можешь, если тебе окажет, ну, нет, вряд ли один. Но если какие-то проблемы с фрадами возникнут, всегда можно обработчик этого next-а сам запускать там в своем фрейде, если хочешь. То есть, ограничений в этом нет. Так, мерч. Конкат. Очень похожий оператор, ясный, но вызывается как? То есть, у вас есть один обзору был, вызываете вот он конкат второй, но смотрите, он будет работать хитрым образом, что он вам начнет выдавать элементы со второй обзору был, только тогда, когда первый завершится. Пока первый идет, он ничего не будет выдавать. В случае с мышками, опять же, допустим, у меня компликт происходит, когда я останавливаю, и я вращаю двумя мышками. Я буду получать только из-за венту с одной мышки, которая начала двигаться первой. Но как только ее остановлю, начну получать со второй. Zip делает пары из двух разных обзор углов, теперь они уже разного типа. То есть, может быть, один обзор углов движения мышки, второй обзор углов хлопания окном. Допустим. И каждый раз к ним обоим будет применяться какая-то функция. Функция это делега... Так, как это попроще объяснить? Трансформирующая функция, то есть, зная элемент первый X, зная элемент второй Y, она должна уметь вернуть элемент Z. Как-то скомбинировать их, либо что-то высчитать, неважно. И она будет делать вам такие пары. Из первого, второго применять эту функцию и делать элементы, проецировать его. В Zip всегда должны быть два элемента, а вот порядок их... Да. когда лупого элемента произошли. Да. Причем, по-моему, еще таким хитрым способом, что если произошел первый, и здесь он спарил, этот спарил, эти спарил, потом нашли сыпаться первые ивенты. Он ничего не будет делать, пока не появится здесь еще один элемент Y. вот это нужно смотреть, вот это с операторами это хита, там нужно смотреть, этот, по-моему, спарит с первым, то есть первый, который здесь произошел, с первым, который произойдет после. Есть другой оператор Combine Latest, он последний возьмет. Вот. Retry, допустим, хитрая штука. У вас есть одна обзору был коллекция, вы можете вызвать у него retry и задать там опциональный аккаунт сколько раз. То есть он будет, по сути дела, игнорировать ошибки. Как только у вас произойдет какая-то ошибка в вашем обзору был, он снова на нее подпишется и будет дальше выдавать. А почему Y? X. Здесь должен быть X. Я сейчас исправлю. Здесь должен быть X. Ну, просто показать. Copy-paste. Вот. Sample. Sample такая штука, что она наблюдает за вашей коллекцией, но выдает вам элементы только после какого-то интервала. Попустим, у вас есть какие-то частые движения мышкой. Вы хотите получать, только не знаю, в течение там каждые 5 секунд. Вы можете легко сделать из одного обзора во второй, который будет просто уплевывать одно значение каждые 5 секунд. и дальше. А какого? И дальше? А... У... Да там не важно. Там... Первая наступившая после 5 секунд. Или последняя наступившая до 5 секунд. Ну, вот это же документация. Это нужно читать документацию. Штуку... Вот единственный минус это Либи, ее так вот нахрапом не осилишь. То есть, за один вечер с пивом разобраться не получится. Вот. С пивом? Тем более. Ты что? Да, таких расширений там довольно много. На любой случай жизни, кроме всяких самов, каунтов, мин, максов и так далее. Есть куча других интересных. Буфер, допустим, копит вам сообщения в буфе, а потом выплевывает их за раз. То есть, вы можете задать такой буфер, допустим, задав туда 5 секунд. То есть, он будет ваш актеров в результате будет ждать 5 секунд, а потом через 5 секунд выплевывает вам целый список накопившихся сообщений. Вот. В общем, про все из них рассказывать можно очень долго. Я презентажку потом выложу. Здесь есть ссылка, на котором они все описаны. Но некоторые там не поймешь, там, да, там уже есть. Есть такой оператор Windows, до меня до сих пор загадка, что это такое, чем он отличается от буфера. Вот. С минмаксами тоже такая штука непонятная лично была. Они по ходу работают только тогда, когда коллекция завершена. Сколько я как ни пытался на них подписаться, ни минимальный, ни максимальный элемент я тут не получил. Вот. Демо, как это можно использовать? Сколько нас времени? 10 минут? О, отлично, как вы уложились, хорошо. Можешь показать. Так, да, запускаем нашу Visual Studio. Так, что такое? Сейчас подумал, еще можно показать за 10 минут. Так, хорошо, у меня есть МВЦ-приложение, типа, что начало как интернет-магазин, но сейчас здесь от интернет-магазин уже ничего нет. Что я сделал? Мне было интересно, как можно наблюдать за пользователем, что он там делает в моем магазине, особо не впихиваясь в бизнес-логику. Ну, как-то не хотелось этого делать, это раз. Во-вторых, все-таки хотелось продемонстрировать. Вот, что я сделал? Я сделал, кто знает знакомство МВЦ, там есть такие штуки, как фильтры. То есть, я поставил себе на все контроллеры action, фильтр, который мне просто выкидывает сообщение о том, что пользователь вызвал. То есть, какой контроллер, какой action, сейчас посмотрю, что он там еще дает. Имя пользователя, имя контроллера, action и метод, там, get, post, какие у нас там еще есть. Эй, ну, что такое? Странно. Ладно, неважно. Вот, так, nb, не будем вдаваться nb, ну, в общем, это не совсем ивент в плане датнета, ну, ладно. Вернее, это совсем ивент, но не совсем ивент в плане терминологии. Вот, то есть, у меня на каждый action, который будет происходить, будет выкидываться событие, которое выкидывает вот этот action event.ax, есть различные вещи. Вот, все то же самое, что я покажу, в принципе, может сделать и классическим способом, но вот так. Что я сделал? У меня есть такой метод. Скажи, как это можно начать уже, ну, следить. Да, сейчас, сейчас следить на самом счете. Так, вот, у меня есть метод, то есть, когда пользователь логинится, я делаю observable из ивентов action event.ax, здесь на них подписываюсь. в общем, actions observable, это у нас тип, здесь видно, и observable от action event.ax. Вот, дальше, используя эту одну переменную, после дела, что я могу сделать? То есть, у меня есть такая коллекция, в которой каждый выплевываемый элемент, это action пользователя на сайте, с этими get-ами, постами, именем юзера и так далее. Что можно делать? Допустим, я хочу понаблюдать, а не бот ли пользователь. То есть, каким образом я определяю, что пользователь бот? Я беру это так, зеробу и подписываюсь на него таким хитром способом. Так, здесь уже нужно немножко перемести. Так, все поместилось, у меня просто немножко другой экран. ну ладно, немножко не поместилось, ну ладно. В общем, что мы делаем? У нас приходит этот action с обзиром был параметром. Первое, что я делаю? Нас интересует, то есть, я дефинирую пользователь бот таким образом, что он делает пост запроса на моем сайте чаще, чем раз в секунду. То есть, если он реально чаще, чем раз в секунду там сидит кликай, явно бот. Вот. То есть, нам нужно узнать. Может, у меня просто липка не кликает? На воверк нужно узнать все пост запросы, которые он делал. Причем так, что между ними интервал должен быть меньше секунды и каким-то образом на это среагировать. В общем, первое, что я делаю, я воспользуюсь расширением там интервал. То есть, она мне сделает из обзир ва была action event arcs из этого. Она мне сделает, здесь плохо видно, по сути дела, она каждому элементу action event arcs присобачит еще time interval. уже рассчитанный там, не time stamp, а именно уже интервал между этим событием и предыдущим. Мне даже делать ничего не надо. Вот. Дальше я фильтрую. То есть, поскольку у меня условие то, что я хочу только посты. То есть, из всех тех коллекций, из всех тех пользователей, которые у меня пришли, меня интересуют только посты. То есть, я фильтрую. Говорю, так, давай-ка теперь, давай мне только пост метод. И следующее моего условия, то, что только такие, где интервал меньше секунды. Вот. И select, как я это проецирую, то есть, в результате, скобочка у меня стоит, в результате это все получится. И observable от стринга. Поскольку я выбираю здесь только user name. Меня больше ничего, в принципе, не интересует. и я подписываюсь. То есть, подписываюсь, я знаю, что у меня есть делегата для подписки, только он на next элементы, куда сюда будет приходить стринг. То есть, я обозвал ее и, я говорю, что вот, когда тебе приходит это имя пользователя, давай-ка подпишись. И notification service такая штука, она, по сути дела, просто мне там, сейчас покажу, выдает сообщение, что на экране. Вот. Теперь, если мы это дело радостно запустим, сейчас боты будешь эмулировать? Да, допустим, я еще не залогинен, у меня там, это делается только если залогиненных пользователей. Вот я еще нажимаю кнопку, делает пост. Ничего не происходит. Вот, но если я делаю, сейчас залогинюсь. Кажется, я знаю полгода. так, и начну медленно щелкать на посты. Здесь, здесь, никакой базы нет, имя пользователя равно имя пароли, все. Так, не обращайте внимания на эти сообщения, это другие, я взял угол работы. то есть, если я кликаю не часто, все нормально, но если начну кликать, о, пошли сообщения, да, я стал ботом. Теперь я вижу, ага, типа там, ну, не работает это дело. Я могу, получается, сейчас пойти в код, довольно легко поменять там на 500 миллисекунд. вот. Так, первое, что можно сделать. Дальше, допустим, что можно сделать еще такого красивого. Допустим, мне было интересно посмотреть, когда пользователь логинится, он скорее купит что-нибудь или уйдет с моего сайта. Вот. Опять же, используя только один обзор убыл, как я могу это сделать. То есть, у меня есть только одна коллекция, которая кидает ивенты в каждый раз, когда пользователь что-то делает на сайте. У меня есть, ну, для упрощения я сделал, у меня всего лишь один есть метод, который позволяет купить. То есть, я должен подписаться, по сути дела, только на него и посмотреть после логина что произойдет быстрее. Он купит или он логовнится. Как это можно сделать? Вот. Так, это можно сделать. Первое, что я делаю? Так, давайте проскоролируем. Так, что я делаю? Нас интересует получается. Кстати, код видно сзади или мне покрупнее сделано? Окей. Покрупнее? Ну, отлично. Ладно, два месяца. Ладно, останется. Первое, что меня интересует? Я подписываю, я выбираю, получается, из всех моих действий пользователей, только те, которые, ну, по сути дела, мой метод, это у меня home-контроллер, метод байк и пост акшн. То есть, я в это время получаю, если я на него попишусь, вот на этом этапе, до селекта, я получу, получается, все клики на полную кнопку, на байк-кнопку. Вот. Дальше. В этом случае я выбираю, то, что он купил, new такая штука, то есть, я делаю себе анонимный класс новый, сразу прям inline, у которого будет одно свойство bot, boolean, true или false, и имя это будет, имя пользователя, которое я выбрал из моего observable элемента. Вот. Дальше я использую такой оператор amb, по-моему, этот ambigus или что-то такое, сокращенно. То есть, он, имея два одинаковых observable, вам начнет выкидывать тот, который сработал раньше. То есть, у тебя есть... Нет, first это тебе выкинет первый элемент из одной коллекции. У тебя две коллекции. Какой из них сработает первый? Нет, у тебя есть два observable, которые наблюдаешь, они в покое сейчас находятся. Вот какой из них первый успел, вот он его и будет слушать. А второй будет... Merge все будет оба слушать. А amb только первый из них. Кто первый сработает? И только потом он будет оба слушать? Нет, все, он будет слушать только тот, кто первый сработал. Кто последний, кто первый, кто-то папа получается. А вопрос еще про line-класс. Да. Он реально киновит от нас? Да, в L-е будет реально класс, реально... Короче, у него такая штука, однонимный класс можно использовать только внутри метода, то есть, наружу ты его только как объект можешь передать. Но там дальше только рефлекси, нам по нему бегать, то есть, неудобно. А внутри такие быстренько DTO, которые внутри большого метода делать, очень удобно. Вот я сделал себе. То есть, я в результате буду, у меня будет обзор обл, анонимного типа, в котором первое в Роберти Бот будет true, и имя, это имя пользователя. Вызывая метод amp, то есть, давай-ка, посмотри, сравни его, скажем, с другим обзор обл. Второй обзор обл. У меня такой, логаут обзор обл. у меня там есть еще один такой сервис авторизации, который, в общем, он выкидывает, грубо говоря, если посмотреть, то есть, он выкидывает тебе, грубо говоря, стринг, кто залогаутился для всех пользователей. Ну, глобальный, обзор обл, который следит за всеми пользователями. И когда кто-то из них логаутится, он выкидывает ивент, что вот пользователь с таким-то именем залогаутился. Вот. В чем здесь была проблема? Проблема в том, что amp подразумевает, что два обзор обл. должно быть одного типа. А во втором случае у нас есть только случай логаут обзор обл. У меня там есть только payload, то есть, только стринг. Но не проблема. Если мы знаем, что это логаут обзор обл. Мы сделаем, что такой же вернем класс, у которого bot false, и имя пользователя, который выкинется. То есть там теперь таким образом будет на те, которые сработали первым. То есть если первым после логина он вызовет homebuy, подпишется на него. Если, вернее, будет выкидывать его. Если первым, но он залогаутится, то залогаутится. Вот и я подписываю. А вам залогаутится кто-либо или это же пользователь? Ты же сказал, что кто подписывается кто-либо, логаут делается, тогда... Кстати, интересный вариант. Да, наверное, это ошибка у меня. А чем по-кому? Так, сейчас мы попробуем. Каким образом? То есть мне нужно два инстанса получается, да? Сейчас посмотрим. Инкогнин. Так. Вы тесты никоготина слышите? Я здесь тестов не писал. Так. Тебе придется инкогнин, которые открыть? Нет. А если бы, наверное, два и без логина? Ну как нет. У тебя же в сессии хранится. Ну у меня два браузера. Что такое? В смысле два браузера? Это два тапа. Ааа. У меня второй браузер еще в самосенном. Ты два браузера делаешь? Так. Так. Так, я должен первым что-то купить. Или нет? Что я должен сделать? Должен залагиниться и залагаутиться. Да. И должен залагать. То есть этим первоагируешь. И этим выходишь. И этим выхожу. Ага. Да. Он посчитал. Значит у меня ошибка там в ходе. Отлично. Вот уже один баг нашли. Так. Какой там интервал? Там все интервалы? Или? То есть мне теперь нужно получается отфильтровать. тебе надо вверх поставить где name равно x name. А здесь я не могу это сделать, поскольку поскольку мы в разных контекстах. То есть здесь name я получаю не, на самом деле я могу. У меня там оно есть в сессии. То есть я могу здесь еще поставить where условия. там типа whatever там. Типа такого. Тогда будет. А вот как объединить его конечно вот с этим обозированием? Это хороший вопрос. Я бы мог наверное использовать сначала метод zip. А нет, тогда объединенных обе две. В общем кстати задачка интересная. Я дома на досуге подумаю. Обещаю. ты предупреждался сложно. Да. Так. И что у нас еще есть? Давайте последний поставим, что еще можно следить за историей. Так. В общем здесь уже дальше не важно что я делаю. я просто беру все действия пользователя подписываюсь на них с буфером 10 секунд. Что это значит что мне будут сыпаться не один элемент action event acts а каждый 10 секунд мне будет сыпаться лист все что он успел за эти 10 секунд сделать этих списков. дальше хитом способом обрабатываю линком но это не важно то есть я просто строю статистику что за 10 секунд он сделал и считаю количество вот в общем это не важно если мы сейчас это дело все мы сейчас давайте все почистим залогинимся так и начнем щелкать всякую фигню быстро-быстро-быстро так что там там пощелкали и через 10 секунд он нам выполнил статистику за 10 секунд я на хоум индексе 9 раз get вызвал на тесте стоп тарас в общем таким образом можно собирать небольшую статистику вот собственно с демо наверное все что я успею показать да что тут еще у меня осталось по слайдам кроме демо да версии такие есть с версиями это немножко напряг в плане непонятно сразу скажу вам нужны будут отдельные версии для датнет 3.5 и 4.0 связано с тем что вот эти интерфейсы observer-observable в датнет 4.0 они уже входят внутрь в 3.5 еще нет они отдельно ассамблей поэтому rx для версии 3.5 с билджем для отдельной ассамблей а для rx для 4 с билджем уже с четвертым фреймворком текущая версия сейчас которую я показывал 1.0 с P1 доступна ветка experimental 1.1 я не знаю зачем она вообще есть если уже есть 2.0 бета в которой есть некоторые breaking changes но есть и есть может быть какие-то вещи они там обкатывают есть rx для javascript то есть подобная вещь если интересно посмотреть бесплатно да нет ну rx для javascript пожалуйста там по-моему кстати какая-то лицензия неинтересна ты покупаешь студию скорее всего там какая-нибудь хитрая лицензия но может быть open source вот тут можно посмотреть какие там есть еще для северлайтов различные билды но это как по-моему нет есть еще по-моему ну как бы да ну то есть он есть то есть если народу интересно кстати как я спорил северлайтерцы и начали в основном этот rx использовать поскольку у них там были проблемы с кучей асинхронности которые там есть вот ресурсы где можно дальше что считать значит первые первые две ссылки обязательно если интересно основная страница дата в девелопер-центр этого фреймворка все видео с объяснением кучи всех этих вот операций операторов есть на channel 9 вот есть rx design guidelines документ в котором описано если вы хотите сами свои делать observable либо расширение как это делать есть неплохие довольно hands-on lab то есть это там pdf вместе с solution вы там ну как улаба лабораторная работа сидите читаете пробуйте сами есть такой ресурс 101 rx samples пока еще не 101 честно говоря двоякие фиши не оставил то есть он такой его google находится самым первым но он честно говоря он же и самый отвратный по-моему вот то есть там понять что-то очень сложно без пол-литра вот основная информация все-таки до сих пор в гугле то есть вот две вещи которые в этом фреймворке не понравились это довольно высокий такой порог вхождения вот и второе документ честно говоря не смотря на то что ее вроде как было так много там реально ее интересующихся вопросов ты не найдешь вот спасибо большое если есть какой-то фэкбак буду очень ждать и если будет народу интересно может быть осенью парт 2 показать поскольку здесь мы покрыли ну процентов 30 наверно из фреймворка в лаве к сожалению нет и очень жалею об этом но обычно натыкается все дело на то что нам своих проблем хватает там еще рэкса здесь и не хватало вот высоте да поскольку и так проблем хватает то есть вот в своих каких-то пет-проектах я буду использовать его это расскажешь не пяти минут да дайте все спасибо очень приятно было послушать так теперь все свои башки